МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вошли в дом наркосбытчика, где обнаружили и изъяли 10 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения, а также части растений, семена и весы. По результатам исследования содержимого только одного из пакетов установлено, что в нём содержится более килограмма каннабиса. Возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. В отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Под звуки российского гимна утром 9 февраля начался торжественный митинг у здания регионального управления МВД. Древняя Тверская земля вписала немало ярких, незабываемых страниц в историю нашей страны, которыми мы по праву гордимся. 88 лет назад, сразу после создания области, 9 февраля 1935 года, образовано управление Народного комиссариата внутренних дел СССР по Калининской, а сегодня управление МВД по Тверской области. Историю органов внутренних дел Тверского края, сказал Сергей Камышев, богато событиями и вместе со всей страной управление переживало немало сложных периодов. И сейчас наша Родина вновь вынуждена отстаивать свой суверенитет в противостоянии с поднявшим голову неонацизмом. Мы обязаны, подчеркнул генерал-майор полиции Камышев, победить это зло. Особая ответственность за это лежит в том числе и на плечах сотрудников органов внутренних дел. Для наших сограждан человек в полицейской форме всегда является олицетворением закона и справедливости. Только за минувший год сотрудники Тверской полиции обеспечили соблюдение правопорядка при проведении Верхневожья более полутора тысяч массовых мероприятий. Главной же задачей сотрудника органов внутренних дел остаётся обеспечение безопасности каждого жителя региона. На торжественном митинге ряду сотрудников УМВД вручены награды и благодарственные письма. Среди награждённых сотрудники ДПС межмуниципального отдела МВД Ржевский Александр Артамонов и Руслан Абликанов, остановившие машину преступника. Об этом случае мы рассказывали в патрульной службе. Завершился торжественный митинг возложением цветов к мемориалу сотрудников Тверской полиции, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня перед органами внутренних дел стоят сложные задачи, решая которых сотрудники Тверской полиции показывают пример профессионализма и верности служебному долгу. Их самоотверженный труд заслуженно отмечен президентом Российской Федерации и руководством Министерства внутренних дел. В этот знаменательный день, конечно, хочется пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел Тверской области крепкого здоровья, счастья, благополучия, активной и плодотворной работы, успехов службе на благо нашего Отечества. Отдельные слова благодарности, конечно, нашим ветеранам, которые на протяжении долгих лет закладывали и приумножали лучшие традиции службы. Их богатый профессиональный и жизненный опыт является достойным примером для подражания. Продолжение следует...